А теперь к другим новостям. Некрасовские автовладельцы жалуются на страховщиков. При заключении договора ОСАГО им пытаются навязать дополнительные услуги, например, в виде страхования жизни. Такой необычный способ продвижения продукта заинтересовал и правоохранительные органы. Насколько законны действия страховщиков, выяснила прокурор района Елена Прима. Весной и летом текущего года в прокуратуру района поступило несколько обращений от жителей Некрасовского района. В частности, люди жаловались на то, что обращаясь в филиал ООО «Росгострах» за заключением договора страхования ОСАГО, с них требуют заключение договора страхования жизни. Причем это требование от работников страховой компании было обязательным к исполнению. В противном случае граждан отказывались в заключении договора страхования ОСАГО. В прокуратуре района по жалобам проведены проверки. Были установлены нарушения закона о защите прав потребителей и антивнопольного законодательства. В адрес ООО «Росгострах» по Ярославской области было направлено представление. Данное представление было удовлетворено. Были приняты меры. Виновные лица наказаны. Несмотря на это, в прокуратуру района стали поступать уже устные обращения граждан о том, что требования сотрудников страховой компании остались прежними и им отказывают заключение договора страхования ОСАГО без наличия заключенного договора страхования жизни. Данное требование является незаконным. Неоднократно я, как прокурор района, связывалась с руководителем ООО «Росгострах» Пекаловым. Мы с ним договорились о том, что он примет еще меры воздействия к своим сотрудникам в Некрасовском районе. В октябре текущего года лично я звонила в филиал нашего учреждения данного и меня заверили в том, что больше требований со стороны страховой компании об обязательном заключении договора страхования жизни при заключении договора страхования ОСАГО. Больше таких требований нет. Мне бы хотелось, чтобы люди наши, граждане населения Некрасовского района, которые обращаются в филиал ООО «Росгострах» здесь, в Некрасовском районе, при наличии повторных требований обязательного заключения договора страхования с отказом в страховании по ОСАГО, чтобы они обратились потом ко мне, чтобы мы могли знать и могли проконтролировать, проследить данную ситуацию, чтобы это нарушение на самом деле было устранено и людей не понуждали заключать те договоры, которые они не желают этого делать. Примем мы ваше обращение как в устном виде по телефону, так и, пожалуйста, в письменном виде. Продолжение следует...